Всем привет дорогие друзья! Сегодня хочу отвезти вас в один из алжирских супермаркетов. Это стало уже нашим семейным магазином, который мы очень любим. Видео будет состоять из двух частей. В первой части обзор магазина, а в второй части распаковки покупок. В общем, мы приехали в наш любимый семейный магазин. Называется он Лемиль. Супер Маше. Уже он готовится к закрытию, потому что у нас карантин. И с 8 часов все закрывается. Но мы успели. Еще полчаса есть. Как по-арабски правильно? Аль Дукан или Ханут? Это? Да, марка стежерик. Обзор магазина будет таким очень быстреньким. Первая причина и самое главное, потому что съемка в этом магазине запрещена. Поэтому я так скрыто пытаюсь это снять. Второе, это потому что у нас осталось 20 минут и муж торопится все купить. Ну и третья причина, потому что люди сами не хотят, чтобы их снимали. И если бы кто-то заметил, что я тут рядом с телефоном, были бы какие-то проблемы, скажем так. Люди часто говорят, почему так быстро снимаешь, не заостряешь внимание, телефон трясется. Потому что в условиях этой страны очень трудно что-либо заснять. Но я честно пытаюсь. Мне нужна камера шпиона, наверное, чтобы что-то показать вам такое более интересное. Ну ладно, в общем, дальше и больше. Сейчас мы вернемся с вами к магазину. Это не единственный супермаркет в нашем городе. Супермаркетов достаточно тут много. Вообще в Алжире культ еды, поэтому магазинчиков маленьких здесь миллион. Просто на каждом шагу. Есть гипермаркет. Он располагается в торговом центре парк Моль Уна. Все магазины здесь самообслуживание. Ассортимент достаточно большой. Все есть тут. Очень много того, что есть в России. Поэтому не страдаю каким-то дефицитом. Единственное отличие в этих магазинах, это то, что на кассах всегда сидят только мужчины. Это вот стеллаж с акциями. Например, вот такие вот четыре упаковки вот этих палочек стоят, получается, 151. Так, что еще стоит отметить? Что цены всех вот в супермаркетах в основном они фиксированы. Потому что в Алжире, знаете как, в один магазин зайдешь столько стоит, а в другой магазин зайдешь в три раза дороже. Никто не контролирует цены в маленьких магазинах. А в супермаркетах, слава богу, как-то цены практически одинаковые. Все лиды лимонадов. Еще что хочу рассказать, что это такой семейный магазин. Здесь очень часто прогуливаются прям целыми семьями. И очень много женщин. Если в маленьких магазинах, это в основном дети и мужчины, большинство, то здесь очень много женщин и очень много вот прям семей приходят, гуляют здесь спокойненько в магазине. Очень уютно и прекрасно. Мне нравится. Командиры. Шампиньон. 400 динар. Знаете, что это? Барбекан. Безалкогольное пиво. Ах да, кстати, в любом магазине алжерском вы не найдете алкоголь. Вот просто не найдете и все, нет его. Зато множество баночек, которые вот прям похожи на алкоголь. Видимо, все равно меняет менталитет людей. Очень нравится молодежи сходить с этим безалкогольным пивом, лимонадом, стеклянных баночек и так далее. В общем, Европа действует по своему плану. Конечно же, кто хочет выпить, он найдет. Но чтобы тут купить алкоголь, нужно совершить криминал. Какие-то подпольные бары. Официальных баров тут, в принципе, на пальцах можно пересчитать. В основном они находятся где-то около моря, Биджая, например. В нашем городе официальных баров нет. Поэтому люди тут на трезвую голову. Хотя, что касаемо алкоголя и маленьких магазинов, это нужно снимать отдельно. Кому интересна эта тема, дайте знать, чтобы я знала, стоит ли затеяться и попробовать заснять такое видео. Потому что там есть, что рассказать. Стаканчики новенькие. О! Граненые стаканы опять. Хорошие, да? Много граней. А такие? Не очень? Длинные, красивые для сока. Давай. Конкретно этот магазин состоит из двух этажей. На втором этаже это все, что касаемо еды. На первом этаже это бытовая химия, товары для дома и сухие продукты. Там разные крупы, макароны, рис. В общем, есть все. Много очень кускуса. Нету гречки. Я знаю, что многие люди русские здесь страдают без гречки. Но гречка есть в Алжире. И наши русские покупают ее тут. Просто она есть в определенном каком-то городе. И я знаю, что наши русские заказывают ее. И вот, чтобы мне привезли ее в сети, в примерно килограмм гречки выходит 800 динар. Поэтому ничего страшного, доживем до России. Нету такой потребности и хотения гречки. Ну вот, как я говорила, в общем, кассы и тут только одни мужчины. Я не стала заострять внимание и снимать прямо лица. Мы уже ушли, потому что прям за нами закрывали уже прям двери, людей выгоняли. В общем, купили мы покупочки. И сейчас будет вторая часть. Я покажу вам распаковку, что купили. Вот это вот муж только что принес овощи, которые мне не хватало. В общем-то, в Алжире, наверное, всегда так привозят в мешках. И привозят это в основном мужчины. Да не в основном, практически всегда только мужчины. И после того, как я посетила несколько раз рынки, эти овощиные, я поняла, что да, лучше это дело мужское. А по магазинчикам лучше ходить и покупать по мелочи. Сейчас буду распаковывать. Так, давайте начнем с первого пакета. И что здесь у нас? Огурцы. Вот здесь всегда вот такие вот большие огурцы. Корнишоны, маленькие огуречки я покупала только маринованные. В основном вот. Но, видимо, сейчас не особо сезон. И они чуть-чуть горчат. Так, сразу будем. Что еще купила? Кабачки. Вот такие вот цукини. Больших кабачков я здесь вообще не видела. Видела тыквы. Еще такой похож на тыкву и на кабачок желтый овощ. Надо посмотреть, как это называется. Забыла. Общество покупать всегда вот так, что варят из них. Варят суп пюре буйон, варят кускус. Кто-то варит даже с жукшуху с соусом, ришта. В общем, очень много куда употребляют. А я еще знаю теперь рецепт. Очень чудесный, вкусный, сочный запекан. Поэтому кабачки мы покупаем достаточно часто. Это называется лифт. Рецепт. Лифт. Использую тоже вкус-кус. Суп пюре буйон. Салаты я делаю иногда свежие тру. В общем, очень получается вкусно. Дальше посмотрим. Ну, это лук. Лук всегда вот такой вот. Вот такой вот. Конечно, прекрасно, но иногда я варю, и мне целая луковица много приходится оставлять. Почему-то мне нравится больше такой сорокничок. Ну, вот иногда, может, такие приносят. Вот эти, по-моему, самые хорошие. Их хранить хорошо. Очень удобненько помещается в любую тару для хранения. Так, еще что в этом пакете у нас? Морковка. Ну, морковка, она и в Африке морковка. Ничем не отличается. И последний пакет. Сейчас разорву. Картошка. Картошка в основном вот такой вот сорт. Желтая. Бывает иногда красная картофель. Ну, достаточно редко. В основном везде-везде продается вот такой вот картофель. Так, посмотрим второй пакет. Здесь лайм. Часто делаем лимонады. Я иногда чай пью. Здесь бетраф, свекла. Да, потому что мы очень любим и борщ, и любим мы винегрет. Поэтому обязательно. И фель-фель. Перец. Делаем хмис. Очень много хмиса, но мы покупаем всегда сладкие. То есть мы не покупаем острые. Дети вообще не едят острые. Муж не любит острый хмис. Поэтому покупаем всегда сладкие. И еще я часто фарширую перцы. Очень любую это блюдо. Так, это у нас уже с магазина. Давайте посмотрим. Что здесь у нас? Макароны. Бабочки. Печенье Максон Икстель с ванильным вкусом. Так. Йогурты. Ну, это муж любит. Эти именно йогурты. Кофе у нас в кафе. Иногда попить. Я пью, который варить. Муж с молоком предпочитает кофе. Мед, естественно. Пьем по утрам. Рис. Всегда пропаренный беру. Есть другая фирма СОС. Но на Барри тоже нормально. В общем, пропаренный рис. Длиннозерновой. Что у нас еще тут? Чечевица. Чечевица очень часто готовят. И суп пюре, и просто суп чечевичный. И добавляют вариш. В общем, часто готовят. И мука. Так, еще купили кинзу. Кинзу сейчас очень жарко. Она немножечко вянет. Но буквально в холодильнике, в пакетике, в контейнере она оживает. Готовят. Вообще, по-моему, вовсюда добавляют эту кинзу. Первое время не могла я запах этот терпеть. А сейчас очень привыкла. И нравится мне запах и вкус. Что еще у нас тут? Компетки детям, леденцы. А, жвачка. Клубличный жвачек. И молоко. Покупается в пакетах молоко. Мне не нравится магазинное молоко. Нравится конди в коробочках. Еще могу пить. А это молоко для меня имеет какой-то запах. И, ну, оно отличается от русского. Хотя мои дети очень привыкли и пьют его. Ну, вот пьют просто молоко. Даже там без кофе, без всего. И муж пьет всегда. Мы всегда варим кашу. Каждое утро у нас обязательно каша. Овсянка. Либо мы манную кашу варим. Либо макарошки маленькие. В общем, всячески пытаюсь менять. Но кашу мы кушаем. Вот овсянка. В общем-то, она тут разных видов. Разных помолок. Очень много и мюсли с овсянкой. И просто овсянка. Такая стоит овсянка где-то 240 динар. Также еще купили 2 баночки варенья. Инжир картос. И миш-миш абрикос. Ну, из бытовой химии еще купили тут. Средства для мытья посуды и хлор. Слушайте, в Алжире, по-моему, вообще рейки хлора этого льются. Везде ее используют жавель. Даже средства для мытья посуды продаются уже с жавелем. Поэтому, вот. Но, на самом деле, да. Сейчас жара. И если грязная посуда постоит, то сразу начинается брожение, окисление. В общем, тут запах какой-то. И как-то я тоже привыкла все-все-все мыть с хлором. Ну, в общем-то, человек, наверное, привыкает к всему. Первое время мне дико это бросалось в глаза, что они при мытье посуды всегда используют хлор. Сейчас я иногда тоже использую. Так что вот. Так, остался последний пакет. Сейчас посмотрим, что здесь. Кефир. Льбен. И сироп. Сделать коктейльчики. Так, и карнишон. Все, маленькие огурчики. Вот. Ну, остальное слабо все есть. Вот такую вот распаковочку мы провела. В общем-то, ну, как вы заметили, в принципе, есть все. Ни в чем не нуждаемся. Нету такого прямо чего-то, что чего-то хочется, что только есть в России. Сметаны, не знаю, все есть. В общем, вроде бы все есть. Нету такого, что чего-то очень хочется. В общем, я буду с вами прощаться. До новых встреч. Пишите, что вам еще интересно заснять. И будут новые видео. Всем пока.